И все, привет, ребят, с вами Стороник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового баланса пушки Жига. Сегодня я уже скатал один бой, посмотрел, что она из себя представляет и был очень и очень сильно удивлен. Как вы знаете, у нас поменялась полностью, может не знаете, поменялась полностью механика работы Жиги, теперь очень быстро тратится баллон, так же самое он очень и очень быстро набирается. Ну и с таким устройством, как компактные баллоны, у вас есть возможность очень и очень быстро нанести большое количество урона, плюс поджога по оппоненту, ну и ко всему прочему отжать кнопку пробела, либо урона на мышке, дождаться очень быстрой перезарядки и, соответственно, начинать уничтожать дальше противника. Сегодня мы протестируем, наверное, эту Жигу с двумя корпусами, я мог бы, конечно же, потестить и другие устройства, но почему-то мне, ну я смотрел, как работает Жига с зажигательной смесью, она мне вообще не понравилась. Скотав один бой на компактных баллонах, я понял, насколько грамотно и качественно можно его реализовывать. И давайте попробуем это сделать уже на видеоролик. Я тестировал для себя на Хорна Тожии, а думаю, что, в принципе, от Хорька особо пользы такой прям серьезной нету. И мы можем попробовать уже разыграть супер жесткую торпедочку, табуреточку, воспожижечку с утяжелением и с компактными баллонами и ловкачом. По режимам точно стоит сыграть регби, потестить. Я еще не смотрел, что будет у нас показывать этого спожига в регби, но мне кажется, что это будет очень и очень достойно. И если, если сейчас у нас все пойдет отлично в регби, то я, наверное, хотел бы второй бой сыграть в штурме за атаку, как старый дефолт, как один из лучших режимов для васпа, для ловкача. Ну и там уже посмотреть, насколько сильно жига будет поджигать оппонента и насколько серьезно это дело будет работать. Также уверен, что можно эту жигу разыгрывать и на том же Хантере, можно использовать и на Паладине. Но если, например, сравнить с какой-нибудь Теслой, то Тесла, наверное, все же где-то будет посерьезней, может быть. Ну и нужно понимать, что если у противника будут иммунитеты от поджога, иммунитеты от, ну и вообще защита от поджога, то ваша жига, соответственно, сразу же не будет работать, будет все намного, намного тяжелее, как вот, например, против этого молодого человека, что вы не будете наносить большое количество урона. Но, надеюсь, что таких ребят здесь у нас на видос не будет много и у нас все получится очень грамотно и качественно реализовать. Первую доставочку мы уже оформляем, этого молодого человека уже смысла уничтожать нету никакого. А вот, например, такого, видите, да, еле-еле я поджег. Еле-еле я поджег, поджигается сразу на максимум, прям сразу на максимум поджигается танк оппонента. И по 300 урона без ДАшки, если противник, если с ДАшкой, то по 150 урона сразу наносится урончик. И это очень и очень большой и сильный урон. Единственная проблема, которую я еще одну заметил на жиге, на ее использовании, это то, что нулевой урон очень сильно бесит и очень сильно влияет на конечный итог вашего вооружения. При любом раскладе на быстром таком танке вы будете пушить вражеские респы, а если вы будете пушить вражеские респы, то вы сталкиваетесь с такой ситуацией, то что противник респуется, у него нулевой урон и по итогу он может вас просто слить, а вы еще даже не сможете нанести по нему урон. Соответственно, ну, ваша жига не сработает просто никак, да, там будет у него иммунитет, не будет иммунитет. Просто нулевой урон и все, и все, и он уже в плюсах. Пока у нас на этой катке, ну я бы даже не сказал, что я здесь особо кого-то даже бью, просто реализовываю свой корпус, влетаю, ну и если, конечно, урончик надо докинуть, то этой жигой его очень легко можно добавлять. Там у нас уже получается, миночки начинают закидываться, ну и даже вот в таком влете, да, в очень быстром, да, на любой другой пушке, скорее всего, вы там не нанесете какой-то урон, здесь на жиге сразу влетел, за одну секунду танк до красна поджегся и сразу по три соточки урончик у него накидывается. Вот, например, вот так вот вы делаете, хоп, ну я даже его сдул, хотел оставить, чтобы еще посмотреть, насколько сильно он будет гореть, но даже до этого он не дотянул, но здесь довольно такая какая-то простая катка, поэтому я думаю, что мы сейчас просто перейдем уже к следующему бою, попробуем этот очень быстро завершить, уже 5-0 мы ведем и уже в следующей катке попробуем, ну уже даже два иммунитета от поджога взяли, попробуем запикаться в штурм за атаку. Если там тоже будет все просто и мы не сможем грамотно показать, что же показывает наша жига сейчас, да, и насколько сильна она вообще в принципе, то тогда запикаемся, может, какую-нибудь цпшечку, поменяем, может, даже корпус на какой-нибудь другой и там уже будет все очень прекрасно и наглядно видно. Так, вот эти два вулкана у нас с иммунитетом от поджога, и мне было бы неплохо, если бы мы просто сейчас подобрали этот мяч и как-то смогли его доставить. Так, бомбочку сюда, бомбочка там особо ничего не сделала, но мне кажется, моя команда сейчас просто попробовала доставить быстро эти два мяча. Я не хочу, честно, тут тратить много времени, потому что понимаю, что против, во-первых, иммунитетов от поджога ничего сделать я не смогу, вот против этих вот вулканов, да, а так, в принципе, ну очень простой бой. И здесь особо, наверное, уже показывать нечего, вот так вот просто поджигаем там одного, было бы неплохо, если бы, по-моему, сейчас бы подорвался или слился, хорошо. И мы сейчас быстро доставили. На обраточке аптека у меня есть, скорость есть, торпеда включается, полет феникса оформляется и... Ай, миночки сработали, к сожалению, к сожалению, сработали миночки. Если сейчас, короче, быстро не доставим, то я, наверное, поменяю корпус на хантера. Дабы привести эти... Ложки. Ну, мечи, вернее. А то есть, чтобы мы тут много времени не теряли. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вулканчик очень не кисло накидывает. Ну вот, есть у меня Вика Твинс, не хочет он поднакидать урону. Там, наверное, мины стоят больше в центр, а по краю, скорее всего, там ничего нету. Ну, сейчас наш тиммейт ещё разведает, посмотрит, что тут у нас. Либо я сам. Уф! Нет, там у чувака мин. Там, к сожалению, даже моя тридцатка не держит такое большое количество мин. Но всё равно эти первые пять доставок противника шанса на победу вообще здесь нет, если честно. Ну, нет шанса на победу. Я не знаю, зачем они до сих пор катают, мяч закидывают. Нанис упадёт. Да, хорошо. Пробуем. Пробуем доставить. Попробую сейчас широко слева залететь. Может быть, там мин нету. Ох, да. Ай, хотел сказать, да, залетел. Но чуть-чуть. Чуть-чуть всё-таки миночек осталось. Ох, красавчик Вика Твинс слил все мины, да, я так понимаю? Вроде он слил, да? Да, он слил того игрока, который минировал. Отлично. Тогда мы пробуем сейчас доставлять. Мяч скидывается очень удачно под меня. Но, к сожалению, к глубочайшему сожалению, я всё-таки слился. Так, что делает молодой человек с мячом? Он... А, скилл в киллзону, да? Да, скилл в киллзону мяч. Ну, не понимаю. То есть, для меня вот в таких катках максимально странно, что делают игроки, да? Я, конечно, сейчас буду просто здесь летать, поджигать. Тех типов, у которых иммунитета нету. Но, когда при счёте 5-0 противник начинает дефать, я не понимаю этого. Честно. Ну, вообще не понимаю. То есть, для чего вы дефаете? У вас уже шансов выиграть эту катку, ну... Ну, грубо говоря, ну нет. Ну, нет. Просто нет. Нет шансов у вас на победу. Зачем вы стараетесь здесь что-то выдавить? Я не знаю. Бомбочка от противника. Хорошо, супер. Шестую доставку доставляем. Очень много времени тратим просто на такую катку, где... Она того не стоит. Где мы не можем до конца показать... ...всей красоты этой вас пожиги. Но она реально очень крутая. Она реально очень крутая. Наш тиммейт, наоборот, хочет, чтобы мы не доставляли флаги. Ну, зачем? Зачем? Мне как раз-таки, наоборот, надо доставить их. Надо доставить и закончить с этим боем. А не засейвить его или еще что-то здесь повыигрывать по времени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, у меня еще и бомба не сработала. К сожалению. Пантер овердрайв сейчас очень сильный. В таких таймингах. Ну, давайте. Сейчас я думаю, что я поймаю. Какой-нибудь быстрый тайминг. Хороший. Доставим мы последний этот мяч. Викинг с иммунитетом. Единственное. Ну, видите, да, тоже... Даже Викинг с иммунитетом от поджога против компактных баллонов получает настолько большое количество урона, что он там буквально вот с этого микробаллончика, микробаллончика вынужден прожимать аптечку, потому что у него уже 0 хп. Это очень достойно. Так, хорошая скидка мяча. Отличная даже, я бы сказал. Великолепная скидка мяча. Надеюсь, что там нет мин. А, нет. Довольно много. Ну, и вот, видите, да, Викинга поджог очень сильный произошел. Единственное, что в такой ситуации может спасти танк, это аптечка. Да, аптечка спасает. Окей, хорошо. Но потом вы делаете вот так вот еще раз, и этот танчик уезжает. И уезжает очень круто. Так, заставляем. Да, наконец-то. Так, ну давайте запикаем стурм за атаку. В этой катке все было максимально просто. Здесь, в принципе, наверное, даже говорить не о чем. Максимально простое начало, а там уже, ну, даже моя пушка особо и не нужна. Ну, и плюс эти два иммунитета от поджога чуть-чуть сейвили. Чуть-чуть сейвили оппонента, поэтому надеемся, что сейчас у нас будет уже полноценный бой, где во всей красе можно будет посмотреть на ту жигу, которую я видел сегодня в первом бою, пока еще видеоролик не записывал. Ну, блин, это очень сильно. Такой поджог по оппоненту, когда ты просто поджигаешь за миллисеку до полного поджога, уходишь на респ, там горит, догорает, либо там прожимает аптеку, ты за него все равно получаешь очки. Это очень сильная темочка. Очень сильная. Да, понятное дело, что там, если сравнивать там с какими-нибудь там Теслами, там еще с чем-то, то оно будет, ну, не так круто смотреться, но все равно. Но все равно. Такой жиги я очень давно не видел, и как тот игрок, который любит такие сочетания очень быстро агрессивные, и на которых можно очень быстро, за кратчайший период времени, нанести большое количество урона, мне не очень импонирует. Но нам осталось только штурм за атаку запикаться. Если сейчас мы опять не запикаемся, то я буду вынужден опять ставить видос на паузу, как всегда я это делаю, в штурме за атаку, потому что, ну, что-то в последнее время очень и очень сложно запикиваться в штурм за атаку. Я не знаю, почему они не прокают эти катки, и почему кидают за деф. Раньше, когда мы играли, например, всегда в штурм, да, и фармили за деф, нас кидало наоборот всегда за атаку, да. Теперь, когда я хочу поиграть в штурме за атаку, меня всегда кидает за деф. То есть вот эта вот постоянная несправедливость, ужасно, ужасно. Третью катку пикаем. Если сейчас опять за деф, то я поставлю видос все-таки на паузу и запикаю за атаку. Да, это деф, и это дюссельдорф, а вот дюссельдорф, дюссельдорф был бы очень и очень крутой. Все, давайте, друзья, продолжаем как только запикаемся. Ну что, спустя 5 перепиков меня все-таки закидывают за атаку на редайлер. Дефолтный наш любимейший редайлер. Пока наши тиммейты везут по флагу, я думаю, что мы можем попробовать просто заехать поподжигать оппонентов. Ну вот так вот просто чисто повлетать, чуть-чуть покошмарить, поподжигать нереальным поджогом. Очень большое количество резистов появилось от Жиги после вот этого обновления. Вы видите, да, что происходит с противником, вы видите, насколько сильно они горят, и то, что это все дело происходит крайне, крайне быстро, да, то есть вам не надо долгого времени на то, чтобы поджечь оппонента, да, вам не надо использовать какие-то там другие пушки с поджогами, чтобы этот поджог реализовывать. Да, вы просто вот так вылетаете, хоп, чуть-чуть дунули, отпустили пробельчик, опять чуть-чуть дунули, и опять поджог полетел конкретный по оппоненту, и все, и все, и все, да, то есть это та самая Жига, которую я лично ждал очень и очень давно, и наконец-таки она у нас появилась. Так, давайте залетаем сейчас, попробуем быстренько доставочку оформить, и еще может быть какой-нибудь сверху поджожек, 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 ой-ой-ой, леса, есть бомбочка, можно еще бомбочку сверху лепнуть, не, ладно, здесь не на кого шляпать, хорошо, поедем за следующим флажочком, пока что у нас все идеально получается, силы залетают, и сейчас эта Жига, ну вот при такой реализации, при такой комбинации, я думаю, что намного интереснее смотрится, чем Фриз, с даже шоком, да, ну вот именно, если рассматривать как комбину, которая быстрая, вот торпеда такая, прям серьезная, здесь на ней, ну, намного комфортнее играть, чем, чем если бы вы, например, играли бы на Фризе, поэтому как-то так, мне пишут, что мне надо помогать, потому что, потому что тиммейт не справляется, ну, давайте пробовать, помогать, пока я, честно говоря, особо проблем не вижу в этой катке, от слова совсем, пока что все получается очень-очень легко, и мы сейчас вылетаем в еще одну хорошую доставочку, ну, Мамонт прожимает, конечно, овердрайв, у кого-то там есть иммунитет, это вулкан, да, скорее всего, это, наверное, Мамонт, вулкан, но, видите, я даже отреспался, а там до сих пор кто-то горит, до сих пор кто-то с поджогом, и можно сейчас опять ворваться, желательно, конечно, поджечь как можно больше, еще оппонента, Мамонт стоит, кто-то пытается там, ой-ой-ой-ой, так вот, сдвигаем его, а, вот это тоже молодой человек с иммунитетом, или он просто подлагал, а, да, еще один с иммунитетом, офигеть, так, там у них два игрока уже с иммунитетом, нет поджога, но это, короче, единственное, что может контрить, но, если вы, например, будете играть в команде с какими-нибудь иммунитетами от Эмми, да, ну, я имею в виду не иммунитетами от Эмми, убивают расходку, то противнику уже придется выбирать, да, от чего лучше страдать, от чего ему страдать лучше, от того, что у него расходка уезжает, либо от того, что у него танк фулл горит, да, то есть, ну, поэтому, это как комбина с чем-то еще дополнительным будет работать как часы, просто как часы, и я лично, я лично понимаю, что вот эта Жига очень легко реализуема, ну, и открывает для себя вот эти вот самые скоростные комбинации в игре, которые я лично, как я уже и сказал, очень и очень сильно люблю, так, наш тиммейн доставочку оформляет, нет, к сожалению, не оформляет, там справа я вижу, что падает овердрайв у противника, и было бы неплохо, наверное, мне вообще поехать через него, поехать, забрать овердрайв, и вот теперь уже, меня, конечно, уже тут ожидают, ладно, бомбочку поставлю, ой, хорошо, вообще супер, еще и доставочку дал, еще и бомбочку дал, еще и третий по сразу уехал, а у нас, еще и с поджогом, жестким, вообще супер, а нет, третий успел аптеку прожать, двух унес тогда, а не трех, но пока все идеально, пока у нас все идеально, на 108 уже, на 37, для редки, это идеальные счеты для победки, заставочку, еще одну оформляем, поджожик хороший, добавляем, сейчас еще раскручусь, еще сюда дам чуть-чуть поджога, хоп-хоп, отлично, еще поджог заехал, и еще поджог заехал, ну два иммунитета, да, это, конечно, печальненько немножко, у них два иммунитета, два поджога, две защиты от поджога, и все равно, эти танки, которые, которые не с иммунитетом, они горят очень и очень плотно, мне, такие моменты, очень приносят удовольствие, еще когда, и с утяжелением, любой танк можешь столкнуть, и доставить, это вообще бомбочка, 100 очков, два типа еще сгорела, дополнительно, пока что у нас все идеально получается, главное, чтобы он не подобрал, отлично, у нас есть еще бомбочка, и пробуем, сейчас влететь, бомбу воткнуть, доставочку оформить, хорошо, доставочка есть, два типа на поджоге, еще один сгорел от бомбы, летим сразу за следующим, подберем здесь, дроповую нитру, наш тиммейт подбирает один флаг, ну и я постараюсь подобрать еще один, и это уже будет у нас, конечная по итогу, по итогу конечная, 750 очков, за 7 минут, такой катки, там опять кто-то начинает ругаться, на каких-то мультов, не знаю, о чем он говорит, конечно, но, как-то так, как-то так, друзья, как-то так, тестируйте, жигу, тестируйте новую, жигу, я, когда мне в первый день сказали, что попробую жигу, поиграй на ней, я сыграл один бой на зажигательной смеси, да, и скажу вам честно, мне показалось это полным каким-то бредом, и пушкой, которую убили, да, то есть я не почувствовал вообще никакого прикола от зажигательной смеси, но когда я сегодня взял компактные баллоны, я был очень приятно удивлен, и эта пушка с этим устройством, как по мне, может даже и с другими устройствами, по типу там адреналина, открывает для себя те самые суперские возможности, с которыми вы можете очень и очень быстро вносить хорошее количество урона, и даже если вы будете умирать, он будет гореть, либо вы будете его уничтожать, и вы будете бесить и троллить, поэтому используйте табуреточки, пишите, что вы думаете по этому поводу, возможно вы тестировали жигу с каким-то другим устройством, можете сказать, поделиться своим каким-то определенным фидбэком, поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока!